Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Москве совместно с коллегами из БСТМ МВД России и Службы экономической безопасности ФСБ России при содействии сотрудников Департамента кибербезопасности Сбербанка задержали шестерых участников организованной группы. Жители разных регионов России подозреваются в торговле незарегистрированными лекарственными средствами. Полицейскими предварительно установлено, что непрошедшие регистрацию в нашей стране препараты по неофициальным каналам ввозились из стран Восточной Азии. Оптовую и розничную продажу злоумышленники ввели с помощью рекламы в интернете, социальных сетях и мессенджерах. Заказы направлялись через службы доставки во все регионы нашей страны. Сотрудники территориального органа Росздравнадзора по городу Москве и Московской области провели исследование одного из предлагаемых на продажу лекарственных средств. Согласно заключению специалистов, представленный образец признан недоброкачественным, а его использование может привести к причинению вреда здоровью. При этом стоимость одной упаковки такого товара достигала 40 тысяч рублей, а общий доход от криминального бизнеса превысил 30 миллионов рублей. На территории Московского региона, Владимирской области и в городе Владивостоке полицейскими были проведены обыски. Изъято свыше 500 упаковок медикаментов, банковские карты, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Сотрудниками следственных органов задержанным предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 238 Прим. 1 Уголовного кодекса РФ. Двоим фигурантам избраны меры пресечения в виде домашнего ареста, двоим в виде запрета определенных действий, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех причастных к противоправной деятельности.